Что мы имеем в виду, когда говорим, что у нас позитивное отношение к сексу? Или что мы терапевты с позитивным отношением к сексу? Что мы под этим подразумеваем? Но я точно могу сказать, что это отношение меняется у нас с возрастом. Потому что, когда мне было 20, я жила в Амстердаме, и я была частью того, что я могла бы назвать сообществом с позитивным отношением к сексу. Я тогда под этим понимала, что в то время, когда я была частью этого сообщества, все были открыты, участвовали в тантрических семинарах, исследовали свою сексуальность с помощью техник с Востока и Запада. В атмосфере было много позволений, разрешения иметь секс с разными людьми, исследовать свою сексуальность, экспериментировать, пускаться в разные приключения. И все это очень помогало мне раскрыться, однозначно, научиться принимать и любить свое тело, и получать наслаждение от секса с другими людьми. Но при этом, когда я оглядываюсь назад, там все время чего-то не хватало. Потому что, несмотря на весь этот великолепный, фантастический, интересный, разнообразный опыт, внутри, я оставалась одинокой. И мне не хватало более глубокого уровня близости, который я искала. И так продолжалось достаточно долго, пока на четвертом десятке лет жизни, до меня не дошло, что я постоянно создавала образ себя, как дикой, странной, авантюрной женщины, легкой на подъем и открытой разным сексуальным переживанием, которой я и была. Но там, за гранью, осталась другая часть меня, глубокая, чувствительная, интровертная, которая ищет иного рода связь, не только сексуальную, но и очень глубокую, чуткую. И эту часть себя я не показывала. Поэтому в ответ я только получала резонанс на свою дикую часть, но не на другие части себя. И это привело меня к гораздо более глубокому пониманию, что такое позитивное отношение к сексу. Таким образом, есть один уровень позитивного отношения к сексу, когда мы говорим «да», мы говорим «да». Мы принимаем различные сексуальные ориентации, гендерные идентичности, сексуальные предпочтения, и все это правда здорово и создает атмосферу доброжелательности, эксперимента и свободы. Но есть и более глубокий уровень позитивного отношения к сексу. Он про то, чтобы мы могли дать место различным своим внутренним частям, голосам и желаниям вокруг сексуальности и близости. В моем случае, это принятие как дикой своей части, так и той, которая более чувствительная и чуткая, благодаря чему я сейчас могу чувствовать соединенность с обеими полярностями во время секса со своим партнером, которую не могла чувствовать раньше. Дам еще один пример. Одного молодого человека очень заинтересовали разные сексуальные отклонения. И вот он им предавался, как и где только мог, исследуя этот вопрос, пока с ним не случилась странная вещь. У него стали возникать ссоры с партнерами. Партнеры стали злиться на него за несоблюдение договоренностей, за несдержанные обещания. Работая с ним, мы обнаружили, что где-то на заднем плане у него была часть, которая говорила «нет». Часть, которая говорила «Я тебя еще не знаю. Я еще не чувствую с тобой себя в безопасности. Я пока не знаю, насколько мне себя тебе дарить. Мне правда хочется почувствовать безопасность и соединенность, прежде чем пускаться с тобой в сексуальные приключения». Но эта часть была вытеснена. Поэтому то «нет» на заднем фоне стало проявляться непрямо, в различных других формах, таких как несдерживание обещаний. Я привела этот пример, чтобы проиллюстрировать, что если мы оставляем за скобками, маргинализируем какую-либо часть себя, эта часть испортит весь праздник, так сказать. Наш внутренний мир как большая вечеринка. И если кого-то на эту вечеринку не пригласили, то он будет стоять в углу и обижаться. И мы знаем, как-то, когда всем весело, а кто-то один стоит поодаль с недовольным лицом. Настроение этой части, как ложка дегтя в бочке меда. И то же самое с нами, с нашей сексуальностью. Какие бы ни были части нас, которые мы хотим удерживать за скобками, они придут к нам в виде беспокойств и разлада нашей сексуальности. И мы начинаем закрываться, или ссориться, или это перестает быть таким ярким, как прежде, и так далее. Поэтому положительное отношение к сексу в действительности означает принятие всех различных наших частей, включая те, которые говорят «нет». Если мы их исключаем, мы возвращаемся к организованной религии. Мы возвращаемся к запрограммированному способу самовосприятия. Так жить правильно, а так неправильно. И это как раз то, от чего мы хотим уйти. И помимо принятия различных своих частей, нам нужно еще принимать и сам процесс. Наша сексуальность меняется постоянно, не только из-за возраста, но и потому, что к нам в дверь стучится наше собственное развитие. А оно часто происходит через сексуальные переживания. Проиллюстрирую на примере. Женщина находилась в полиаморных отношениях практически всю свою жизнь. Для нее это просто и естественно. Она посещает различные сексуальные вечеринки, занимается сексом с различными людьми и затем знакомится с ними. Сперва секс, а затем знакомство. Можно сказать, все это было в ее духе. Без проблем. И затем, ни с того ни с сего, она внезапно начинает тонуть в сильнейшей ревности. И для нее это абсолютно что-то новое. Я даже не знала, что в Ане такое есть. Это не я. И, конечно, когда это происходит, мы не начинаем сразу же говорить, «О, ревность! Это мое развитие стучится ко мне». Правда же? Вместо этого мы начинаем кричать, «А, как мне избавиться от этого чувства?» Но вот что интересно, когда мы начинаем исследовать это чувство, которое как бы такое, когда мы подходим к нему с точки зрения эроса, то есть с интересом, с любопытством, «Что это со странное такое растение или цветок?» И так мы обнаруживаем, что то, что раньше казалось ужасным колючим кактусом, покрыто красивыми маленькими цветочками. И для нее это означало, что по мере нашего погружения в ее ревность, она обнаружила способ наполнить свою сексуальную жизнь с основным партнером, так называемым, новой энергией. И она научилась отстаивать то, что она хочет, и выражать свои желания и потребности. Вот что мы имеем в виду под позитивным отношением к сексу. Давать место всем своим внутренним частям в области сексуальности и близости, а также тем изменениям, которые претерпевает наша сексуальность в процессе своего развития, привнося к нам в жизнь новые чувства, новые переживания, новые желания. Постоянно. Вот что значит положительное отношение к сексу. Видеть весь спектр внешнего и внутреннего разнообразия. Продолжение следует...